Когда у тебя каждый день лекция, и уже вообще нету мозга, сегодня вторая. Господи. Так, в общем, я хотел приготовиться к ней. Я так сел, я написал, я еще в Греции придумал про что будет, я сел, у меня было написано три слова, и я сейчас сидел и смотрел, перенес на большой лист три слова, факт карты, лекции. Ничего не появилось там больше. Значит, поэтому я буду по ходу вам рассказывать, изобретать, так сказать, что я вам скажу. Значит, я про что подумал? Вот, мы вот все говорим мышление, мышление, значит, на чертогах у нас была задача ощутить мышление. Вот, и тут я задался вопросом, как бы, поразительной оригинальности и глубины. Вот, ха-ха, вот, значит, если у нас по-разному мозги работают в зависимости от типа, то как по-разному мы ощущаем мышление? Ну, не может же быть, что мы как представители типов по-разному ощущаем, там, коммуникацию, например, по-разному ощущаем чувства, да? Понятно же, что конструкторы и рефлекторы по-разному ощущают чувства, да? Вот, ну, это при мышлении мы должны чувствовать по-разному. Какая неожиданная мысль, правда? Что вы не смеетесь, это шутка. Вот, значит, соответственно, но я-то знаю, условно говоря, как центрист должен ощущать мышление. По секрету знаю, что я он. Вот, да, значит, а про остальных я не знаю, вот, я догадываюсь. Вот, поэтому сейчас я начну с центриста для того, чтобы сказать, как это ощущается. Во-первых, давайте поймем, что мышление у нас возникает вообще нерегулярно, но целенаправленно. То есть, условно говоря, мы обычно находимся, то, что я вчера читал, семинар по методологии мышления, вот, мы обычно находимся просто в потоке, да, вот, и у нас там что-то, этот, разговаривают, что-то с вами, мозг с вами разговаривает. Ну вот, причем даже это происходит по-разному, потому что, когда рефлекторы, у них крутится, этот его фамилия, ДСМ, там они, я уверен, что они видят какие-то образы, какие-то картинки, там что-то, что-то там, этот, как его, сейчас я вспомню песню, он бы подошел, я бы отвернулась, он бы, я бы ушла, вот, да, значит, да, значит, ну, они видят это в такими, какими-то, видимо, вот этими, какими-то, даже если это человеческие ситуации, то это вот, как бы, какие-то ситуации какого-то, какого-то чувствования других людей, вот. Есть рефлекторы? Если неправильно говорю, вы меня поправляйте, я же гипотетически, вот. Там, ну, то есть, да, и мы находимся вот это, конструктор, там все время он смотрит, как бы, какие, как это, что называется, как, что, к чему, там у него внутри головы как разворачиваются какие-то причинно-следственные связи, варианты какие-то прокручиваются, да, ну, как бы, какие-то, сегодня я разговаривал с конструктором, пришел ко мне, да, ну, как этот, ну, участник академии, вот, да, и он смешно как-то сказал очень, говорит, ну, как, говорит, я раньше всегда думал, я, говорит, думал просто, ну, ты сталкиваешься с проблемой, значит, есть, а, во, сейчас, секунду, значит, он рассказывал про, а, как строить отношения с другими людьми, вот это, гениально, я ни в жизни не додумался, вот, у меня всегда все было с этим, было хорошо, я говорю, да ладно, да, говорит, вот, говорит, говорит, что я делаю, говорит, я, говорит, представлял, что я с человеком, ну, мне нужно понять, как к ним взаимодействовать, да, я что делал, я представлял, что я с ним попал в лесу, в огромную яму, и нам надо выжить, вот, как бы я с ним взаимодействовал, если бы? Нет, ну, это красиво, согласитесь, да, ну, как бы, и сразу понятно, что, ну, как бы, не надо ничего думать, да, ты сразу представил человека в предельной, как бы, сказать, ясной обстановке, да, условно говоря, и понимаешь, ну, как бы, ты его съешь, он тебя съест, ну, как бы, там, как бы, как правильно его есть, ну, то есть, ну, какие-то ясные конструкции, в ней, как бы, вот, да, говорит, ну, а если там, например, другое, если там еще что-то, то вот другую, что-то там, не яма, там, что-то, ну, вот такое все, как бы, предельно брутальное, где есть понятные варианты событий. Или так, или так, или так, и нет проблем. Вот, да. Да, вот, то есть мы как-то, идет эта какой-то вот ДСМ-ная какая-то история, она как-то крутится, но мышление, да, как мы с вами помним по определению, это, оно в каком-то смысле универсальная штука, потому что мышление, мышление есть, есть виденье отношений элементов, да? В мышлении вы, ну и так далее, в мышлении вы не видите предметы, да? В мышлении вы видите, как они соотносятся, как они возникают, их особенности, их характеристики возникают, вот, в системе этих отношений, в которых этот предмет находится. Вот, и это, понятное дело, это не причинно-следственные отношения, если то, да, как, ну, как бы обычный конструктор думает. Вот, и вот это, возможные варианты, съесть, быть съеденным, как бы закуска, вот, это, условно говоря, не рефлекторское, когда мы видим, как вот, как я себя чувствую в связи с, в связи вот со всем этим. Я вот сейчас вспоминаю, там, это вот такая рефлекторская, специфическая вещь, вот, значит, как у женщины, например, рефлектора, может вот так резко пропасть, ну, то есть, вот, мужчина казался, там, сексуальным, каким-то интересным, там, и так далее, ну, вот, а потом вдруг какая-то, вот, мелочь, и она говорит, я как мыться хочу сразу. Ну, что он делает, вот, хочется мыться сразу, ну, вот, ну, то есть, я понимаю желание мыться, вот, но я, как правило, вот, то, что было сделано, не является, там, зачавкал, например, что-то, ну, как бы, или еще сделал какую-то штуку, ну, какую-то, ну, как бы, но точно не связано с вводными процедурами, да, но вот это такое мощное, потому что очень-очень лично, очень через себя, да, и сразу вот это все, да, значит, вот не такое вот, вот, а вот именно это сложная такая вот двигающаяся структура отношений, вот что такое мышление, вот, значит, и дальше как происходит, значит, да, я сейчас привожу к мысли, что наше мышление возникает вот такое целенаправленное, оно возникает не всегда, вот, обычно это просто поток каких-то наших рассуждений и так далее, где-то мы сталкиваемся с ситуацией, не знаем, как быть, ну, то есть, вот вы идете, например, допустим, вы идете, допустим, на остановку маршрутки, значит, ну, как бы, это же естественно как-то возникло, вы вышли из дома, вы понимали, что вы куда-то едете, ну, как бы там все это как-то одно за другое цеплялось, 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 вы доходите до маршрутки и видите, что она уезжает, да, вот, и дальше вы понимаете, что у вас-то времени-то было как раз, а сейчас полчаса ждать, ну, если она какая-то специфическая, и это вот, и вы, о, у вас недоумение, вы, как бы, вы были в потоке, все, все шло, все, пока ничто не накатывалось ни на какие-то препятствия, и вдруг она как-то, например, и вы, да, как бы, поток прерывается, и есть какое-то вот, что делать, такси, позвонить, сказать, что ты не приедешь, ну, как бы, ну, как бы, вот, есть вот этот стоп, да, и возникает набор, вот, как бы, мы обращаемся внутрь своей ДСМ и говорим, что там у нас лежит, можно ли что-то другое собрать, чтобы я знал, что делать сейчас, логично? Вот, то есть какие-то ситуации, я вас привожу к мысли, что обычно идет поток вот этого всего, как Джеймс называл поток сознания, вот, он, у него есть вот это в принципах психологии, это, по сути дела, первая книга, удивительно, тядька в 19 веке, значит, не имея вообще никаких, ничего, никаких, как бы, данных исследовательских, вообще ничего, сел и написал психологию, в которой, там, я не знаю, на 80% сделал то, что там потом психология будет доказывать, открывать на протяжении, значит, последующих, там, 100 лет, вот, да, и у него вот есть эта метафора, и к ней все время возвращаются, про поток сознания, да, что он говорит, что мы обычно себе представляем сознание, как вот какие-то, какие-то, ну, как бы элементы, нечто, да, что можно как бы вот так взять, вот, но на самом деле, вот представим себе, что вот мы думаем, что у нас есть вот бочка, бидон, значит, какая-то, ну, еще тара, там, и все, и мы вот думаем, вот сознание, вот сознание, вот, а на самом деле они все стоят в реке, и вот текущая мимо них вода, их обтекающая, и есть сознание, вот, то есть такой абсолютный поток, да, в котором мы ничего не можем зафиксировать, как только мы зафиксируем, мы попадаем в бочку, мы попадаем в кружку, мы попадаем в чайник, бидон и так далее, вот, и это уже не сознание, а то, что мы думаем о сознании своем, и это уже не сознание как таковое, вот, то есть сознание думать невозможно, то есть вы не можете думать в сознании, вы можете быть в сознании, у вас при этом мозг совершает деятельность, вот, это деятельность, в чем сознание отличается от бессознательного, да, от не от не сознание то что когда вы находитесь в сознании вы активно реагируете на ну не активно как-то реагируете на внешние факторы то есть воздействие на ваш внешних факторов вызывает вас какие-то ответные реакции если вы находитесь без сознания во сне в коме там еще что-то ну как бы все то же самое у вас голове может идти процесс вам могут сниться сны и там и так далее ну то есть она вся может прекрасно работать на вот но она в этот момент не ваша голова вот она в этот момент не не реагирует на внешний вот единственное что отличает сознание от не от несознанки вот вот с им тоже да он вот он перестает район теряет сознание да он если много-много пьют он все сложнее реакции замедленные такое угасающее сознание вот просыпаетесь у вас такой просыпающийся вот это все там нажать на кнопку на будильнике особая управлена попасть и как-то поймать да вы возвращаетесь туда в реальность да вот из несознательного состояния вот и так у нас значит есть вот это текущее наше распрекрасное сознание ну вот на самом деле это не сознание просто вот это бурление психических процессов которые вот да и время от времени возникают ситуации в которых мы этот поток вдруг наталкивается на какое-то препятствие да и вы должны как бы обернуться назад посмотреть что там в этом потоке у вас есть для того чтобы снова иметь возможность течь что такое озадаченность наш концепт состояние которое это когда вам всегда все понятно мы все страдаем иллюзии понятности ну вот потому что не будь этого мы бы не знали что нам делать поскольку мы всегда знаем что нам делать мы иногда не знаем что вам делать в конкретной ситуации да вот но вы же продолжаете функционировать в этой конкретной ситуации поэтому вы знаете что вам делать для этой конкретной ситуации вы же не умираете в ней но как бы вы не знаете как ее решить но вы зато можете в как бы находиться нахождение уже тоже к действию в общем короче говоря мы сталкиваемся с ситуацией который нас озадачивает значит то чему мы учимся мы учимся озадачиваться целенаправленно то есть мы пускать думаем что что там условно говоря вот есть некое некое пространство содержательный континуем вот и мне нужно в нем решить какую-то задачу обычно мозг естественно предлагает вам решить эту какую задачу каким-то простым автоматизмом он в общем зачем ему задумываться ну вот он достаточно быстро формирует модели а вот но если мы что учимся мы говорим так секундочку давайте мы озадачиваемся а что это вообще за содержательный континуем а из чего он вообще состоит а почему я думаю что он состоит только из этих фактов эти вопросы или главный методологический вопрос что происходит на самом деле его задача как раз остановить поток этого внутреннего говорения этих каких-то внутренних переживаний там состояние то вот вы идете по улице уходите по улице вот у вас что в голове происходит поток сознания ну как будто другой 5 10 по нашему блуждание работа dsm вот и вы там как бы и дальше вас кто-то подрезал облил из лужи вот у вас это поток сознания останавливается вот вы озадачены вот потом как-то опять и он опять все как бы сглаживает всю эту и дальше продолжаете течь уже думаете про то что какой говнюк там и так далее вот то есть вот у вас как идет естественное дело вот то есть нам надо препятствие чтобы мы как бы вернулись как-то схватили какие-то факты но мы схватываем то что лежит поблизости да вот в обычном состоянии это не какое-то целенаправленное мышление вот да ну вот и вы как бы оборачивайтесь смотрите что там это смотрите как это все одно с другим примеряете и думаете вот хотели пойти навстречу красивыми прекрасными а идем все облитые грязью и обсуждаем внутри головы этот важный как бы к человеческий причем конструктор обсуждает по-своему вот рефлектор обсуждает по-своему центрист обсуждает по-своему вот еще раз значит это достаточно универсальный процесс то что мы считаем сознанием на самом деле это вот как бы поток и посыл поток это работы dsm в dsm есть нервные центры которые активизированы вот какими-то обстоятельствами нашими незавершенными доминантами вот и здесь мы сталкиваемся с какими-то препятствиями и как бы отворачиваемся приносим новые факты которые здесь поблизости лежат складываем их с теми которые у нас тут ко нам приплыли и у нас есть как бы решение мы идем дальше снова в потоке вот но есть ситуации которые вас заставляют действительно думать и вот каковы эти естественные ситуации в которых вы в зависимости от типа начинаете думать значит я делаю предположение что если мы говорим про центристов вот той ситуации в которых они вынуждены думать это ситуации связанные с социальной ответственностью если мы возьмем с вами рефлектора или конструктора то как ассоциацию социальной ответственности как и и как себя ведет в ней конструктор он не чувствует потому что он как бы не у него нету он не реконструирует внутренний мир других людей и он не переживает что они переживают значит соответственно что такое социальная ответственность вы боитесь подвести вы боитесь что вы расстроите вы боитесь там что как бы возникнет какая-то неловкая ситуация что человек будет про вас думать плохо вот что вы значит там этот как его там не его но для этого вы должны реконструировать его внутренний мир да вот конструктор внутренний мир не интересует его интересуют причины следственной связи или а я но как бы как в тех или иных ситуациях действовать и если возникает вопрос социальной ответственности он для себя определяет значит я в яме вот лес густой вот варианты действий да вот и у него есть варианты действий вот не потому что он как бы ему на там наплевать или еще что то да вот у него просто его просто сами мне это например предъявляют такое ожидание да я смотрю думаю так это есть это есть это не не складывается на вот что там с той стороны происходит не так существенно это вот особенность таких врачей есть вот которые ты приходишь с ним все это рассказываешь и значит в чем он решает головоломку да ну как пожал бы то все сложилось и вот так скажите нет доктора а вообще да и вот в этом да даже непонятно то есть это конец или это вообще просто ерунда да ну то есть как бы там ничего не присутствует вот при он решил головоломку значит и ощущений у него нету ситуации социальной ответственности что пришел человек у которого есть ожидание что ты ему расскажешь ну как бы или успокоишь или как бы найдешь средств поддержишь там и так далее да и вот в свое время существовала специальная дисциплина называлась медицинская психология да вот которая была нацелена на то чтобы значит формировать общий язык между клиентом между клиентом советский союз клиентов не было между пациентом и врачом значит осуществлять вот эту коммуникацию да потому что врачи чего им собственно по поводу всего этого переживать да значит как рефлектор ведет себя в ситуации социальной ответственности вот к нему приходит на прием опять же возьмем врачебный вариант это вот приходит пациент значит и что-то там рассказывает это расспрашивает вот в какой-то момент рефлектор интересуется им как как бы еще чем-то кроме симптомов вот и говорится совсем не был такой случай вот врачи либо так иногда говорить это рефлекторы как правило вот и дальше он смотрит за реакцией значит если человек вовлечется из когда ладно значит вы можете ждать что как бы вы рефлектору стали интересны потому что вы способны произвести как бы восторге по поводу него вот и соответственно у вас есть больше шансов быть вылеченным вот ну как бы вроде бы социальная ответственность имеет отношение к делу но она как бы вот уже не социальная ответственность а это у рефлектор все всегда случается здесь сейчас вот как бы он всегда живет в настоящем моменте он ну как бы вот то есть вот что такое социальный ответ за невротика эту я ему вот там что-то он не поймет неправильно сделает там там как бы что-то неправильно там будет происходить он решит он решит это там и так далее а вот я вспомнил я там помирал их к зимой прошлой зимой не был когда я помирал что был тяжелая была как от простуды вот я прошел к врачу там все посмотрели назначили эти биотики значит какие-то японские значит ничего не помогает я помираю а это в прошлом году это что был перед пасхой вот и значит и и меня обменять антибиотики и я значит соответственно позвоню это никуда не дозвониться у нас на субботу воскресенье никто не работает вот и значит но я плюнул сам поменялся бочки очень ничего это время звонит доктор говорит ну как вы там я говорю ну так в общем антибиотики ваши японские слишком японские лечусь обычными советскими в общем постепенно помогает вот это да да а что же вы вот как бы не позвонили не обратился я говорю я позвонил мне скажешь вы по воскресенье не работаете в общем конечно для врачей на мой взгляд так себе процедура так ведь пасху но то что у врача была пасха это отдельный текст вот почему медицинское учреждение должно реагировать на такие странные значит забавы вот да или они ну ладно просто это один из самых медицинских праздников но так есть еще когда зачатие и вот это тоже но из из всей этой истории как бы но лазарь еще тоже воскрешил да вот и у нее чистое недоумение как я могу иметь претензию по поводу ну как бы ну ладно выходной ты хочешь от меня что-то но в пасху ну ты вообще просто не человечище а просто чудовище как вот значит да поэтому вот социальная ответственность я хочу просто чтобы вы почувствовали вот эту специфику того о чем я говорю да то есть если для конструктора опыт социальной ответственности это опыт выбора стратегии варианта действий если для рефлектора социальная ответственность это будет значит вот наоборот в отношении тет-а-тет с человеком на человеком на предмет того что как бы на чем мы с вами договорились вот насколько мы друг другу вы ничего себе я чертовски привлекательным даром или время тянуть на вот она как бы все вот значит это тет-а-тет это не это не вот социальная ответственность в данном случае социальная ответственность как ее переживает социально ориентированный тип это то что есть много людей которые от всего этого зависит у которых будет там но условно говорят социальная ответственность ходить в маске когда ты простуженный значит вероятность того что ее оденет рефлектор только наличие что часто с ними случается наличие невротического страха значит чтобы еще по дополнительно к этому что-нибудь не подхватить чтобы не умереть окончательно вот но в целом это сильно искажает эстетическую функцию поэтому ходить в маске это ну как бы лучше лошадь или от кутюр вот да это да декоративная паранжа а вот значит да для конструкторов ходить в маске может быть потому что это логично ну то есть там как бы есть набор правил которые как бы да вот для центриста ходить в маске да это потому что как бы он же может на кого-то чихнуть это не потому что ему он не берешься такое в святой да но там же если у кого-то чихнет он заболеет потом он будет думать что это я на него чихнул да ну вот мое положение оказывается в риски во первых я как бы недостаточно хорош для того же меня выгонят из племени до меня как пускать скажут это этот как его что ты тут натворил да вот значит и соответственно это делается вот то есть это социальная ответственность это такой социальный страх на вот страх того что другие особи в которых я нахожусь взаимодействие они подумают про меня нехорошие да ну вот значит я как-то что-то сделаю что им не понравится это не потому что он хочет чтобы им понравилось в базе своей это потому что он боится что если им не понравится то они как бы он же их реконструирует да вы представить я реконструирую кого-то и представляю что ему не понравилось дальше он на меня смотрит мое ощущение некомфортное и представить он ходит всем приписывает вот эти вот внутренние миры и соответствующими переживаниями да вот и на них на всех смотрит потому что они уже смотрят на него не просто нормальными человеческими глазами они-то смотрят уже как бы они уже все прочухали и вот это все вот это уже вот и иллюзия взаимопонимания вот она же такая в базе своей центристской очень вот потому что ну конструктор он вообще знает что может не понимать ну то есть у него есть варианты конечно но как бы не всегда подходит ну как бы он может там что-то он сделал что-то не так пошло чтобы это могло значить да он ушел починил пришел вернуться вот значит если рефлектор у него его вот это иллюзия взаимопонимания это вот он же нарисует образ другого человека такого если он к нему хорошо относится он же может хорошо относиться только к тому кому кем он может восхищаться а вот а если он и восхищает он его идеализирует а если он его идеализирует он должен все конечно все рубить не потому что вот а для центриста поскольку он вносит во всех свою сущность да мы же все мыслим то от себя антропоморфно не только в смысле общего антропоморфности нашего мышления но и с точки зрения антропоморфности мы себя вносим мы себя предполагаем что другие люди такие же как мы только вот и дальше у нас как бы мы добавляем что-то к самим себе в других людях почему центристы могут например сильно переживать травмироваться в отношениях с конструкторами в парах да почему потому что предполагается что конструктор такой же как я да вот и если я страдаю он не может этого не видеть логично ну вот ну да он более рассудочный да он более рациональный да еще но ожидание центриста от конструктора что он его поскольку он не видит в нем конструктор он видит в нем центриста загримированного в конструктору да а вот он как бы ждет что будет там теплота будет какая-то поддержка будет там это все 5 10 вот а там не то чтобы как бы сказать не хотели бы этого сделать но там просто нету озадаченности соответствующей ну как бы это не является актуальным вопросом бытия так сказать просто нету на повестке вот хороший конструктор вот и да и и дальше центрист еще больше изображает что он несчастен в ожидании того что все-таки в какой-то момент но нельзя не заметить другой центрист не может не заметить что значит что такое горе происходит да вот и а тут собственно вообще в речь про другое начинается но потому что никто не занимался реконструкции там решались какие-то свои задачи это не было учтено и и и так далее мы сейчас вот проводим это исследование какие сложности возникают представители разных типов зависимый при коммуникации с другими людьми вот и конструкторы чего хотят главная потребность это да ну вот во взаимодействии с другими людьми вот чтобы им нужно было чтобы мы им помогли если мы можем дать повод помочь ему как помочь сказали четко словами инструкцию что делать ну как скажи там обнимай будь нежен а девушка же хочет чтобы как-то там само же все приехал то да вот да значит в соответственно социальная ответственность социальная ответственность это вот этот вот страх связанный с реконструкцией других людей в рамках которых я вот беру человека вношу в него сущность представляю его в соответствующих обстоятельствах моего поступка например да вот и дальше я как бы кручу в голове всю эту конструкцию и она побуждает во мне вот этот страх который меня останавливает который останавливает естественные естественные мысленный мысленный процесс ну вот его же кто-то должен остановить да вот что такое ситуация ситуация это не просто положение вещей но значит тут просто чувство это тоже вещи ну ладно неважно запутался сам в своих словах да в общем короче говоря ситуация это не просто ну то есть если вам наплевать как вы вот искренне по-настоящему значит облила вас машина или не облила то если она вас облила вы не должны прекратить да то есть вы остановитесь только в тот момент когда для вас это будет значимо на какого на уровне вот как бы психических реакций то есть ситуация в которой побуждает мышление ситуация которая побуждает мышление это должна быть какая-то эмоциональная ну то есть любая любой конфликт внутри психический который в частности может остановить поток речевой деятельности вот этой внутреннего монолога до этой внутренней речи вот эта ситуация должна быть вот как бы эмоциональной и если вы будете докапываться с что заставляет центриста как бы вот продумывать какие-то вот концентрироваться на чем-то вы как бы вот в погружаться в какую-то проблему на вот это вы обнаружите что она связана с каким-то я очень сейчас грубо говорю но по сути да и социальным страхом то есть вот там был условно говоря я опять же угрубляя да там центрист доктор значит из-за чего переживает он переживаешь если у пациента умрет то дальше влетит главврачу но вот придут значит эти расстроенные родственники да вот и как бы вот это весь несказанный да но присутствующим нарисованные в голове них как бы то есть там стоят люди как и он и он жест и это у него возникает стоп в этом потоке и он начинает все пересобирать вкладывать и чтобы как бы он не умер вы улавливаете вот конструктор по-другому ну-ка ну как бы я помню это хирургов много конструкторов давайте они идут хирурги чтобы не разговаривать с людьми да и я вот помню это ассистируешь на на операциях и они шутят бесконечно ну вот они шутят там ах ты там все чуть порвалась на кладбище прогулы ставятся значит все ничего не сживает веселый значит почему ему скучно просто ну конструктор нужно как-то они скуку не выносят а когда это монотонно там чё-то это то это зашивание например да если вы поговорите с хирургами значит у них есть такое они говорят вот пациенты конечно там им внутри все делаешь ждешь а потом шов некрасивый но рефлектор так не может сказать вот да вот а для конструктора действительно непонятно ну как бы спасли жизнь сшили кишки там поменяли сердце там шов непонятно и они шьют в конце вот так но они уже все сделаны там все случилось ситуация закрыта вот я не так или шей кто-нибудь или так чтобы скорее закончился издевательство вот да значит вот что такое социальная ответственность социальная то есть не какая-то формальная вещь да потому что все мы можем сказать что мы социально ответственны но для центриста социальная ответственность это когда на него смотрят воображаемые люди которые дают ему по шеям за то что он что-то сделал не так где ты их подвел там что-то как бы ни с чем-то не справился там и так далее и вот этот сон пугающих его людей и есть его социальная ответственность то есть это не потому что он как бы молодец вот а потому что просто так значит теперь давайте посмотрим процентристы мы сказали про конструктора значит а что останавливает конструкторы что заставляет его думать вот заставляет этот сознательный мысленный поток остановить и он начинает вот реально думать так она у них всегда не складывается но это вообще регулярное состояние ну что-то не складывается можно же как бы начать это очень интересно к не складывается к складывается скучно так как но из чего состоит мысленный поток конструкторы перебор вариантов дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг не складывается что-нибудь узнал маленькое случайно у него количество вариантов увеличился на этом новенькое внес каждый из вариантов теперь можно все пересобирать еще раз 25 раз ну какая увлекательная узнаем друга видео значит и в поток то мыслительный состоит из этого перебора то есть если мы как бы вернемся у концу центриста в чем будет состоять поток как бы он со всеми находит как разруль он идет там не внутри головы проходит мимо струй а потом приходит на работу и там главврач и родственники начинается сразу интеллектуальный процесс значит у конструктора естественно бесконечный перебор вариантов ну то есть для для центриста перебор вариантов это он он не перебирает вариант он пытается проникнуть сразу в суть да он хочет понять что происходит на самом как бы вот что там в чем социальные ситуации состоит и кому будет выдано по шеям вот как бы сразу суть кто полу кто у конструктор к подходит там сайт какая-то компашка и он так думает мы ему любопытно да вот что центрист смотрит так он сразу зачем собственно говоря любопытствует никакого сразу суть видна зачем собственно говоря с ним вступать в коммуникацию значит да да а он перебирает варианты конструкции кто это такие чтобы это могло знать о чем они заняты ну как бы ну так теоретически вот если у нее конечно нету соответствующих фобий значит то есть вот здесь у нас социальный конструктор значит перебор ряд что заставляет его перебор вариантов остановиться вот я говорю чтобы все мы задумываемся редко ну то есть должно случиться что-то вот в когда он задумывается он падает в ступор он не думает в этот но то есть у него даже как бы он не оборачивается назад для того чтобы понять что под забрать факты то то есть нету интеллектуально как бы вот нету мышления как вот этого целенаправленного по сборке как бы ситуации вот положение вещей там интеллектуальной модели и тогда я вам скажу значит он же должен в этот момент что такое вот остановиться до остановиться это прекратить движение да но дальше следующие функции кроме стоп поток сознания до первое второе оборачивание на самого себя то есть на то что с чем я имею дело да к что я думал да и 3 сбор фактов то есть я начинаю смотреть чего есть для того чтобы все это поскладывать и действовать сбор фактов в каком случае конструктор начнет собирать факты умеется если бы так было что любопытный правильный ответ значит он к встречает что-то непонятно завораживающее что-то вот как они красивое то есть он не смотрит математическую задачу до дети маленькие с конструкторским радикалом вот смотрят ну то есть я что испытываю ужас все правильно вот они любопытств какая сложная козябра ну то есть вот они учета как бы они видят их мышление возникает когда они видят что-то красивое но в смысле красивые не эстетически красивые а в смысле сложная да но само по себе сложная тоже плохо подходит да потому что можно всякую ерунду видеть что танкать сложно и непонятно что с этим делать но когда он не увидит в сложном красоту значит а им сразу любопытно и они дальше начинают как происходит они решают они вспоминают такой пример такое уравнение там в голове как этот как его как у кимбербича в шерлоке холмсе значит и чертоги разума начинают на счетом просчитывать все эти складывать бесконечное количество элементов да значит для того чтобы включить интеллектуальную деятельность они должны заворожено смотреть на даже что-то встретить сложное непонятное красивое да почему конструкторы девушек и рефлекторов любят оно же сложное красивое и непонятное и он же бегать сразу факты спрашивает чего не так что случилось ну как бы потому что вот она ворожит ну как бы вот этой своей конструкции математический пример девушка с рефлекторским радикалом вот там и аналогич или вот там мышление учит у нас же сначала тут вообще этот я это называл заповедником конструкторов все конструкторы были на одно лицо и центристов искали под этим как под лупой рефлекторы так заходили выходили да значит вот то есть для того чтобы остановился поток сознания и для того чтобы он обернулся на самого себя и стал внутри самого себя искать что-то что он по этому поводу вот как бы есть и для того чтобы он захотел что-то оттуда как бы еще доложить вот к этому то что обычно любопытство тоже вот мы сейчас измеряем такой специфической социальность конструктора какая значит что самое ценное в других людях да то знание которое у меня нету и они очень любопытны до сложные красивые и непонятные скажите мне скажите все все сказали все валите все у меня там дальше покручу покручу пока поверчу это будет красота да да вот то есть условно говоря да для центриста всякое сложное непонятное это пугающе вот и это всегда оборонительная какая-то реакция или или отрицание ну то есть как по нет не не я это я не буду это все и ну вот вот а значит а для для что будет так то есть вот для то есть вот если мы говорим что вот для вот это красивое тире сложное для конструктора это там ну условно в кавычках не интересное а вот как бы лучше избежать ну то есть если не знаешь чем дело кончится можешь обосраться ну как бы чё влезь а ты не в курсе но как бы сущность не внести если существует внести это все понятно сразу а если сущность не вносится ты вот этот математический пример всовываешь а он как бы головой не качает в ответ вот ну как бы диск дискомфорт согласитесь да ну вот поэтому это избегание избегание значит для конструктора красиво это повод за мышление а для рефлектора это красивое сложное чем будет если он знает а если она красивое сложное но вот именно как бы пока своей неясностью вот то что выражит конструктор именно неясное же да как бы еще не решил что нет она красивыми забыть не значит его можно не разбирать а инкапсулировать и положить в голову но просто да ну то есть вот как бы вот как бы что такое непонятное но красивое но она явно может заворожить конструктора то можно же не вникать в суть да а просто сказать ему что гипотеза план коры в целом это пространство вот ну как бы что дальше не лезть главное да но то что вот как бы вот это красиво то есть я иногда сталкиваюсь с рефлекторами значит которые это много прошли уже всего вот и я говорю ну как это вот тут противоречия у нас это вот там я у нас вылезла вот это все они все понял все это вот но вот как-то пока жизнь не стала лучше я говорю ну как вот можно вот это сделать я про что была книга сейчас мой шокирующий вопрос потому что ну как бы ее же вся включили потому что она красивая такая сложная какая-то да ее можно покрутить повертеть ну как бы с ней можно походить вот как бы как вот предпределать вот так смотри за мной красный этап чертоги разума за мной ходят да ну вот и как бы их так не надо мне так сказать не все центристы так оказывается рефлекторы так поступают но но с красной таблеткой по крайней мере но в целом метода такая ну то есть вы не можете испугать рефлекторы непонятностью потому что ему в целом ну как бы в такой прекрасный чем бы если вы не собираетесь спросить его призвать его к ответственности непонятно ну вот а он имеет свободу распорядиться этой непонятностью как ему забыла суть он вставит его все пером и будет ходить ну как бы и все будут ну как бы да еще вот это внутреннее ощущение вот поэтому они испытывают такой естественный восторг на вот да и значит они красивым и сложным очаровываются вот есть вообще такой как прямо тип от очароваться чем-то вот таким непонятным вот так просто ну как бы вот и дальше это не интересно что внутри ну как бы очень так хорошо будет значит это вот такое очарование очарование красивым сложным вот да она не может заставить задуматься рефлектора потому что у него он задумывается по-другому да вот и так значит мы посмотрели процентриста и поняли что если он столкнется с чем-то красивым но сложным он будет это избегать потому что он не может туда внести сущность он не понимает что с этим делать он чувствует как бы какую-то неловкость ему надо литироваться потому что если ты не уверен в своих силах зачем лезть на гору да вот но при этом у него и социальная ответственность вызваны социальными страхами которые связаны с тем что он боится получить по шиям значит если другие сочтут его каким-то ну как бы недостаточно хорошим недостаточно правильным там и так далее и так далее и так далее значит дальше у нас есть конструктор который очарована смотрит на красивое сложное вот на его очарование состоит его очарована состоит том что там есть что там это интересная задача да ну как бы мотивация на работу мотивации на работу должно быть сложно должно это сложная задача мотивация на работу у конструктора ну то есть кто не конструкторы подумайте три секунды что хорошего в этом вы идете на работу где не все ясно понятно быстренько собраешься сложно я не хочу на сложную работу чем еще кончится согласитесь вот а здесь это прямо запрос на работу и мотивировать можно тем что мы решаем сложные задачи как но вот но но там много сразу фактов то что если сложность непонятно дым там у того спросить здесь нашли там поискали да вы тут нет ничего лучше чем углубиться там значит пойти сквозь 225 страниц этих как его википедии выйти с другой забыв зачем ходили ну вот все уже столько фактов здесь крутится вообще восторг рефлектор социальная ответственность не наш случай вот сложность прекрасно но вот как такая какая-то брошь как какая-то такая вот штука вот так значит теперь дачу всех разорвать переходим к рефлектору а что заставляет рефлектора остановить поток создания вот это внутреннее говорение созерцание этих образов ощущений вот это вот если вы удивляюсь когда люди идут и просто так это какой красивый небо я не понимаю ну то есть мне надо как бы сейчас значит как бы смотрим что вокруг о неожиданный закат ну все же красиво и все нормально да но как-то красота вот значит что заставляет остановить поток сознания обратиться рефлекторы на самого себя чтобы понимать что там есть ну вот то что обычно эффекта себя не инвентаризирует вот это за это на психотерапии такая вот как бы прийти чтобы поговорили обо мне ну то есть там ну вот но это не потому что с учетом инвентаризирует но а просто ну приятно так обо мне хорошо говорили долго разное такое там как бы вот заняться инвентаризации того что там у тебя внутри есть это не как бы не надо очень сильно постараться а вот и чтобы еще начать собирать факты снаружи ну на самом деле у рефлектора есть удивительная способность собирать факты снаружи перманентно то есть это постоянно такой локатор который как этот вот который ну как мышь летит это летучий все ловит да ну вот но она ловит только то что ей важно то есть она ловит там как бы следить сможет чтобы было важно чтобы не влупить все все факты собираются как бы сказать от самого себя а вот как бы но мышление предполагает что вы должны собрать факты как бы про как бы то с чем вы имеете дело да что-то в реальности мы помним с вами год одно из главных определений мышления что мышление построение моделей реальности вот что способна значит остановить поток сознания рефлектора обратить его на самого себя и как-то там начать что-то инвентаризировать и более того обратиться к фактам чтобы начать их там из этой среды вынимать не потому что это для меня сейчас как бы важно а вот как бы отсутствие откликатореальности отсутствие откликатореальности очень 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 точно я сразу скажу это плюс а мне будет легче объяснить значит будет сложное слово называется прорыв значит а вот у рефлектора мышление включается в момент когда он прорывается в какую-то область в которой он как бы один парит вот ну то есть условно говорим идет креативный штурм например да вот но там все выпендриваются что-то там соображают и так далее значит и рефлектор сидит ему скучно ну как бы на нее не обращается внимание все заняты своими вопросами там и так далее но при этом он же очень он очень как бы рецептивный он все это слышит 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 и это включается в какой то его поток и дальше у него вдруг что-то складывается и у него возникает как бы и возникает ощущение что он знает что должно быть он не знает нихéra про это еще ну вот но не в этот момент возникает что вот он сейчас вот вот он пожжет вот момент заживут как бы еще и у него этот прорыв оказывается в отсутствии в пустоте ну то есть он вскакивает на столбе а сейчас будет офигенно ну вот ну то есть они все сидели креативили там вот это все а он звук скает и вот он в помпорит ничего гугл голая вот это вот и дальше вот этот ужас в этой полной пустоте но уже на сцене заставляет его все просто и вокруг их что нет и 5 10 вспоминает про то собирает это и способен чудеса производить потому что вот это вот мой любимый анекдот есть рассказывает про про сальвадоро дали нет любимый вот значит сальвадоро дали заказывают духи флакон для духов вот он культовый художник сделает культовый флакон ну конечно платят кучу денег вот он значит там понятное дело деньги дают на лимузину к дому выходит и говорят здравствуйте сегодня ваша презентация значит везем вас туда значит садитесь пожалуйста в халате заскакивает значит в эту лимузин гид в этом лимузине судорожно судорожно ну то есть полный трэш да вот просто полный трэш да вот ну как сцена близится это не планируется то есть никому то это этого а германа уж полный шгер близится а германа все нет почему они бьются они тут вот ну дальше все он заходит это презентация в огромном отеле значит на верхнем этаже там все значит его провожают в лифт он садится в лифте вот значит двери закрываются и открываются на верхнем этаже выходит сальвадор тали и держит лампочку вывернутую из осветительного прибора в лифте это один из самых был нетривиальных флаконов и превратился в духи на вот флакон для духов значит ну что но он понял смог его найти в лифте она явно была закрыта еще чем-то ну то есть там же лампочки награды такими шуковины это все он это сообразил по этим почему потому что вот здесь он оборачивается на самого себя на все вокруг и он ну как бы и он нету никакого потока сознание понимаете нет то есть полная обораченность на себя потому что сейчас я выйду из этого и буду иметь бледный вид и поскольку это самое катастрофичное и вот этот вот прорыв вот этот вот как бы и мышление способны сделать просто вещи совершенно фантастические и в рефлектор обычно надо в это загнать ну вот потому что он но все сделает чтобы но как бы соскочить на но вот что в этом прорыве будет у центриста тут был страх тут было избегать тут смерть да значит конструктор прорыв в принципе не идентифицирует ну то есть да но он действует как бы у него там ну вот поэтому здесь вот будет как раз как это вот нейтральная да ну то есть непонятно недоисутирует а здесь вот будет именно обстоятельства в которых я не могу больше быть в рамках своего потока потому что вот эта ситуация когда я должен что-то выдать что-то продемонстрировать что-то дать да вот она позволяет нет ничего более виртуозного чем рефлектор поставленные в бизнес хубит безвыходное положение вот это просто как бы атомный реактор бомба атомная и вообще все на свете что только возможно вот поэтому ну резюмируемся да значит что такое наше мышление вот которая включается в редкие моменты когда возникают обстоятельства которые прекращают насильственным образом естественный поток внутренней речи то что можно назвать вот этим потоком сознания да или мы внутренним монологом внутренним диалогом значит и прочим этим вот значит эти обстоятельства заставляют меня обернуться на самого себя до увидеть себя например в рамках социальной ответственности как в существо которому дадут по шее до увернуться на самого себя и обнаружить что у меня нету варианта ответа это же просто обезоруживает обезоруженно что-то там что-то простужено не знаю да вот это она вот да здесь оборачиваются на самих себя и понимают что часто будет король голый поэтому но мы не согласны вот представитель центриста который курочит лифт да значит да поэтому значит есть события которые должны прервать этот внутренний монолог обратить на самого себя и обеспечить поиск фактов то то есть вот если мы значит центристу надо будет в рамках социальной ответственности выяснить что кому нужно как это должно быть организовано чтобы все были довольны да потому что он боится обернувшись на саму себя в виде себя слабого уязвимого что могут накостылять ему сразу дико интересно что там вовне есть чтобы это можно было как-то как бы вслепить и так сказать вот все хорошо вот конструктор обернувшись на саму в себя обнаружил что у нее нету ответа это просто и он завороженный да ну и рефлектор который обнаружился на самого себя ощутил это и к как бы некий позор то но для рефлекции это такое невозможное вот и он как бы готов все что угодно перевернуть в этом мире чтобы выскочить выскочить из возникающего риск вот и это заставляет реальный мозг выйти из состояния бесконечной болтовни да и думать естественным образом просто потому не то что вы знаете что такое целенаправленное мышление а потому что вы попали в ситуацию при которой не думать о смерти подобно все